Искусственному интеллекту уже давно пророчат статус главной революционной технологии современности и самого важного изобретения, ну, со времен непосредственно изобретения самого интернета. Взрывной интерес к технологии именно в этом 2023 году обусловлен резкой демократизацией и доступностью таких инструментов, как ChatGPT для написания текста или MidJourney для создания картины. Как на самом деле обстоят дела с применением искусственного интеллекта уже сегодня, каковы перспективы для бизнеса и для разных профессий, мы решили поговорить в специальном выпуске Digital Voice «Эпоха искусственного интеллекта». 11 мая 1997 года Deep Blue стала первой компьютерной шахматной системой, победившей действующего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Суперкомпьютер был специализированной версией платформы, созданной IBM, и был способен обрабатывать 200 миллионов ходов в секунду. После проигрыша Каспаров сказал, что иногда замечал необычное творчество в движениях машины, предполагая, что во время второй партии, которая стала решающей, шахматисты люди вмешивались от имени самой машины. Обьема провергла это, заявив, что единственное вмешательство человека происходило между играми. Это породило тогда множество сомнений, ведь понятие креативного мышления у компьютера ассоциировалось скорее с какой-то научной фантастикой. Так в какой же момент ощущение научного фантастического фильма для нас сменилось на привычную действительность? Давайте разбираться подробнее. Надо признать, что по-настоящему таким стартовым пистолетиком сработало высказывание Сундара Печая, как известно, руководителя алфабета, он же Гугл для нас, в блоге Гугла аж в 16-м году. Вот в 16-м году в блоге Гугла Сундар Печая написал очень, как мы теперь видим, пророческую, очень точную фразу, что вот мы тут 10 лет строили интернет, который Mobile First, наконец построили, наконец все прониклись, что все в мобильниках реклама, коммерция, люди, сервисы и вообще сначала про мобильные, а потом можно сделать десктопное приложение на сдачу. Это, в общем, была действительно новая идея, еще там в 10-м году это казалось полным бредом. Мобильники уже были, но что на них заморачиваться? Ради этого экрана не стоит тратить деньги. Но вот к 16-му году действительно Mobile First интернет был построен. Так вот после этого следующую фразу, которую пишет Печаи, а теперь ближайшие 10 лет мы будем строить AI First интернет. В 2020 году компания OpenAI выпустила умный чат-бот ChatGPT3, который может в диалоговом режиме поддерживать запросы в естественных языках и чьи ответы тяжело отличимы от человеческих. В 2023 году Microsoft Research протестировала большую языковую модель GPT-4 от той же OpenAI. На большой выборке разных задач Microsoft пришли к выводу, что эту версию уже можно рассматривать как раннюю, но все еще неполную версию так называемого Artificial General Intelligence, то есть общего искусственного интеллекта. По определению, такой искусственный интеллект обладает способностью решать широкий спектр самых разных задач, при этом делать это на уровне человеческого интеллекта или даже иногда превосходить. В том, что машина может в отдельно взятых задачах быть эффективнее, чем человеческий интеллект, человеческий разум, нет ничего нового. Еще во времена Второй мировой войны английский математик и один из прародителей компьютера Алан Тьюринг создал алгоритм и машину, которая стала способной решить одну из основных задач Второй мировой войны на стороне союзников. Это шифровать немецкий код шифровальной машины Enigma. У него тогда это успешно получилось, и это стало первой волной интереса к искусственному интеллекту, который тогда, конечно, так еще не назывался, ну и в целом к компьютерам как зарождающемуся понятию. Сегодня компьютер может не только давать ответы на любые запросы, находить наиболее подходящее решение из миллионов различных вариантов, которые вы ему предложите, но и додумывать и создавать изображение, анимацию, видео. Подобное компьютерное творчество позволяет, конечно же, ускорить создание контента, на который до этого уходили бы дни или даже недели работы профессионалов. Задавать задачу компьютеру вы можете текстом, а получать решение уже в формате изображения или видео. В новой версии графического редактора Photoshop, например, вы можете писать текстом в командной строке, какой результат хотите получить и моментально видеть изменения на экране. Ну, вот как в этом демо, где, например, попросили дорисовать полоски на асфальте и нейросеть прекрасно выполняет эту задачу. Если говорить про применение в торговле, используя все это, например, компания AI Fashion создает реалистичные изображения моделей, одетых в абсолютно любую одежду. При этом ни самой одежды, ни этих моделей, которых вы видите, в реальности не существует. Искусственному интеллекту просто поставили задачу создать изображение из эскиза одежды на разных типажах людей. Очень важно отметить, что вы еще и говорите, какое настроение должно складываться, глядя на это изображение. Согласитесь, эта задача довольно сложная даже для фотографов, профессиональных фотографов или графических дизайнеров. Но в данном случае нейросеть прекрасно справляется с этой задачей и изображение выглядит, согласитесь, очень реалистично. Я бы разделил с точки зрения контента на три части. Текст, изображение и видео. На мой взгляд, текст и изображение уже активно применяются, то есть можно генерировать контент с видео хуже сейчас. Есть технологии, где как раз с изображениями 7 лет назад по шаблонам можно создавать контент, но нет сейчас какой-то хорошей качественной нейросети, которая может сделать там 30-секундный элементный ролик, который будет видно, что он сравним по качеству с обычным, грубо говоря, пользовательским контентом, но к этому все идет. То есть, если там забегать чуть вперед, мне кажется, что мы придем там через какое-то время к состоянию, когда по тексту мы будем, грубо говоря, получить хороший видеоролик. Эти примеры впечатляют и, конечно, провоцируют резонный вопрос. А что будет с работниками на линейных должностях, где требуется выполнение какой-то конкретной функции, ну и не требуется, например, какого-то особого креатива или там менеджмента. И машина, в принципе, может выполнить эти задачи довольно эффективно, быстро, ну и, наверное, не пожаловаться на довольно низкую зарплату или там несправедливый график работы. Зачастую, когда речь идет о замене работников роботами, все мы представляем автономные автомобили и грузовики, которые едут по автомобильным магистралям без водителя внутри, фабрики, на которых нет ни одного рабочего или какую-нибудь доставку дронами, когда курьеров заменяют те самые симпатичные роботы, которые ездят по нашим улицам городу. А получилось, что дизайнеры и маркетологи оказались под угрозой раньше, чем курьеры и таксисты. Это интервью было бы невозможно без наших партнеров, компании Imshop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лоярности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. Imshop.io Компания AVG — ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. AVG.ru. Ссылка в описании. Слушай, а ты давно в каком-нибудь там Бургер Кинге или Вкусная точка? Ты обратил внимание, что там больше нет людей, которые, ну или максимум один человек, который принимает у тебя заказ? Ну вот, понимаешь, это не нужно для этого чья-то GPT. То есть во многих местах у тебя вытеснение вот такого персонала происходит просто за счет того, что ну да, сейчас проще поставить вот эту вот, не знаю, панель, назовем ее так, интерактивную, с которой ты выбираешь блюдо и где-то расплачиваешься карточкой, чем держать человека вот в гарнитуре, которая там у него стоит на стойке. Но при этом это не означает, что катастрофа, люди теперь останутся без работы, а во всем мире вообще работа в Макдональдсе, это ну как бы даже такой первый путь в профессию, вот школьник там работает, это первый мир во взрослую, первый шаг во взрослую жизнь. Ну теперь негде работать, в этом смысле не в Макдональдсе, они все равно где-то работают. То есть это вот история про то, что люди останутся без работы, я в нее не верю, потому что немножко историю знаю. Вот когда-то, как известно, там 90 процентов населения работало, грубо говоря, чтобы было что пожрать. Сельское хозяйство, там переработка внуку, выпечка хлеба, развозка этого хлеба по домам, сейчас в этой области работают ну сильно меньше 5 процентов в развитых странах. Но это же не означает, что вот все остальные теперь бедные остались без работы, потому что не нужно столько людей, чтобы вот за плугом ходить вручную. Стали другими вещами заниматься. Потом вот как-то индустриальная революция случилась, а потом, как она называется, четвертая промышленная началась, и вдруг выяснилось, что столько рабочих не нужно. Слушайте, а кто сказал, что до среднего класса никогда очередь не дойдет? Ну, час дошла. Все же думали, что таксистов заменят. А тут, видишь, и все такие, о, творческие профессии, да никогда в жизни. Кто новую монолизу напишет? Оказывается, извозчики продолжают нужны быть, потому что просто дураки и дороги, а творческие профессии, оказывается, вроде и не дураки, и не дороги, а на обочину вот этой вот цифровизации, индустриализации попали первыми. Когда появились лингвистические модели, мы как-то очень испугались, что окей, а может быть мы как разработчики будем не нужны. И то есть казалось, что автоматизация вытеснит, например, каких-нибудь людей, которые работают в такси, потому что нам сказалось, как sell driving cars, это классно, а они останутся все без работы. Как-то так все поменялось к формату, когда они почему-то продолжают как бы управлять автомобилями, а мы становимся как будто бы ненужными. Но этот страх, он достаточно быстро прошел, как раз понимая в том, что полная автоматизация пока не работает. То есть может быть когда-то сингулярность не наступит, но на мой взгляд до нее очень далеко, и все эти инструменты, они на мой взгляд скорее ускоряют работу, но и в разработке, и в маркетинге, и во всех остальных направлениях все равно профессионалы, которые понимают конечный результат и в принципе путь, по которому нужно пройти, они будут обыгрывать людей, которые ничего не понимают и пытаются просто как бы применить этот инструмент. Дело в том, что вот обратиться к своему подчиненному, когда тебе срочно нужен какой-то ответ, тут принеси мне 20 вариантов ответов, ну окей, он ушел на неделю, потому что нормальный человек не может, если это внятное решение, придумать 20 штук вот к вечеру. Ну не сможет, правда, мы так устроены, у любого супергениального человека расплавиться от такого. Этой пофигу, у нее ничего не расплавится. Поэтому на самом деле очень правильный вариант работы с ней всегда, который тебе в голову не приходит при работе с человеком. Всегда, когда ты просишь ее что-то там придумать предложить, ты предваряешь, так, предложи мне 20 вариантов слогана, предложи мне 100 сценариев завтрашнего разговора с прессой, ну еще чего-то, в чем вот это именно десятки. Потом ты вот своим обычным наметанным человеческим взглядом проглядываешь это и видишь, что там действительно большая часть трэш. Либо уныло, либо вот ну просто не в ту степь, не в ту степь галлюцинация. Но два из этих 20 вполне годятся. И тут ты начинаешь что-то сам придумывать. Ты говоришь, о, блин, вот здесь два слова поменять местами вообще круто будет. Поменял местами. Потом дал ей это, ну скажи, вот напиши мне 20 вариаций вокруг этой фразы, ну чтобы одна была повеселее, а другая была пресконнее, а третья была пожестче. Ну и получаешь 20 вариантов. Опять же, сам ты будешь их думать довольно долго. Тут ты их получаешь за минуту. Все время помнить, что ей можно сделать то, что ты не можешь сделать своему. Ну то есть ты можешь дать дизайнеру задачу, принеси мне к завтрашню 50 эскизов, но он посмотрит на тебя. Хорошо, если там один эскиз будет нормальный, а остальной просто нормальный человек. Остальной просто схалтурит. Это не будет так. Она принесет тебе 50, ну грубо говоря, одинаковых по качеству эскизов, и ты будешь из них выбирать. Вообще, именно возможность масштабирования приписывается в основные преимущества внедрения нейросетей. В том же маркетинге кажется, что времена рекламы, которая выстраивала позиционирование компании, одно для всех, кто видит эту рекламу. Это время медленно уходит. И на смену ему приходит время, когда позиционирование компании будет таким, каким вы хотите его видеть. И каждый бренд будет становиться персонализированным именно для вас. Давайте попробуем разобраться, как это может работать. Если у меня магазин, который продает, я не знаю, продукты, да, простые грузы. Я могу уже сейчас эффективно купить аудиторию, которая живет в этом штате, районе, неважно, и которая любит шоколадки, и у которых есть маленькие дети. Купить я такую аудиторию могу, а вот произвести эффективно радиоролик на эту аудиторию не могу. Потому что мне нужно написать скрипт, мне нужно пригласить voice-over артиста, мне нужно заблокировать студию, мне нужно это записать, мне нужно это сделать. Кост этого производства и время этого производства такое, что делать его для аудитории размером в тысячу человек или там в три тысячи человек для маленькой аудитории экономически неэффективно. То есть ROI, который я получу от того, что я к нему обращаюсь персонализованно и интересно, и вот incremental продаж, который я сделаю и margin, он не окупит моих затрат на производство этой персонализации. Могу доставить, произвести не могу экономически эффективно. Поэтому ставили костыли, будем делать очень темплейтированно, то есть могу сделать template и потом там заменить одно словечко. Но когда ты делаешь очень темплейтированно, у тебя теряется маки, у тебя теряется brand voice, у тебя теряется возможность как бы пошутить и все остальное, что важно для того, чтобы эмоциональный был отклик от этой коммуникации. Что случилось за последние полтора года? Generative AI-технологии дошли до ситуации, когда они могут порождать достаточно coherent контент. Мы говорим про текст, аудио. В ближайшем будущем мы говорим про видео. Что еще? А, картинки. И вот это seismic shift, да? То есть это серьезные изменения, что теперь есть возможность экономически эффективно производить контент персонализованным. Раньше, ну, с любым уровнем персонализации, каким мы хотим, раньше такой возможности не было. Набирает популярность обучение так называемому prompt-инжиниринг. И всевозможные обучающие онлайн-платформы, курсы которых великое множество, начинают преподносить этот самый prompt-инжиниринг как некую профессию будущего. Как то, без владения чего, невозможно будет вообще никакому специалисту существовать. Ну, а уж если вы пока никакими навыками не владеете, то преподносится идея того, что именно prompt-инжинирингу нужно учиться для того, чтобы начать зарабатывать, построить крутую карьеру в будущем. Потому что, мол, никакие другие профессии, кроме как задача вопросов нейросети, просто в будущем будут не нужны. На самом деле это довольно сильно напоминает времена, когда только создавался поиск, тот же Яндекс, нужно было писать уточняющие запросы. Давайте попробуем разобраться, является ли prompt-инжиниринг действительно такой уж прям профессией будущего. Пользователь это не видит, но на самом деле непосредственно в систему уходит не то, что он набрал на клавиатуре. Вот переформулировки запроса с тем, чтобы ответ на самом-то деле оказался более внятным для пользователя, это используется в поисковой системе. Примерно такие штуки очень быстро появятся во всяких чатах GPT. Может быть, где-то, если это требует более сложной работы, потому что, например, с изображениями, там же, понимаешь, проблема-то не в том, как сформулировать. То есть есть проблема, как сформулировать prompt, но сначала как бы насмотренность надо иметь совсем грубо. Для того, чтобы нарисовать в стиле, который ты считаешь соответствует настроению этой картины, ты должен задать стиль художника, ты должен знать о его существовании, что такой художник был, и что вот в его стиле ты хочешь сейчас нарисовать. Это promptом не достигается, это достигается общей эрудиции. Просто работа с нейросетью без определенного образования именно без определенных знаний невозможно. Получаем некачественный продукт, сырой продукт, невозможный к использованию. И поэтому такая тенденция у нас сейчас точно назрела. Я не знаю, как вообще в других компаниях. Я думаю, это общая практика. Появляются требования к новой вакансии, к новым специалистам. Специалистам, которые умеют правильно задавать вопросы, которые могут быстро агрегировать всю информацию, которые дальше полученную информацию могут обработать и доточить до качественного контента, который можно использовать. Кинескоп – сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в флеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании – kinescope.io.ru Компания «Далее» – лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все умниканальные сценарии. В них работают самые улыбчивые курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Одной из самых активно обсуждаемых идей применения искусственного интеллекта, конечно, является роль помощника. И вот тут давайте остановимся поподробнее и разберем саму идею того, как искусственный интеллект является помощником или, как его называют, копилотом. Такой помощник призван избавить человека от огромного количества ошибок, подсказать верные решения и сделать за человека часть его работы. Так, например, Microsoft уже анонсировал пару месяцев назад, что в новых версиях продуктов будет встроен AI Copilot. Да, именно так они его и называют. Помните, когда-то давно на громоздких экранах компьютеров, которые гробоздились на ваших домашних компьютерных столах, красовалась крепко с глазами, когда заходили в Microsoft Word или Excel? Вот теперь ее переизобрели. Если тот помощник был скорее милым, чем полезным, то новый формат лишен милого интерфейса. Зато может по вашему запросу проанализировать таблицу Excel, найти в ней тренды, выделить или построить график, а потом написать за вас ответ в почте на основе трендов, выводов из той таблицы, которую вы только что этому копилоту показали. Помощник даже проанализирует встречу коллег, на которую вы не смогли прийти, и напишет вам самое важное, что вы из этой встречи пропустили. Считается, что именно такой копилот будет являться основным применением искусственного интеллекта в самой ближайшей, короткой, так сказать, перспективе. Вот такой второй пилот, который будет нас сопровождать в самой-самой разной деятельности, это, видимо, сейчас универсальный тренд того, что будет происходить. Что важно? Вот когда этот второй пилот должен с тобой много общаться, то есть вот типа тебе что-то выдать словами, ты переформулировал, мне не так, мне нужно вот сяк, ну вот типа там стилистики. Все хорошо, но мне бы нужно чуть поформальней, потому что, понимаешь, это письмо в такую организацию, что там нужен очень канцелярский язык. Хорошо, сейчас тебе перепишу канцелярский язык. Причем это нормальный диалог сейчас с ассистентом таким чатовским. Вот ты знаешь, там будет очень интересная вещь, на которую мало обращают внимание журналисты, которые внутри вот тех больших ребят, которым, к счастью, Яндекс относится, у кого есть свои большие языковые модели, по сути дела внутри является тем самым секретом, который никто не выкладывает. Выложить в паблик модель нормально совершенно, даже с весами. Дальше есть такой акронимский набор букв, который я очень советую внимательно отслеживать. RLHF, Reinforced Learning, Human Feedback. Само по себе обучение с подкреплением Reinforced Learning не новинка, а вот этот самый HF, это то, что внутри все понимают, и есть тот самый секретный соус, который делает блюдо уникальным и круче, чем в соседнем ресторане, хотя ингредиенты, блин, та же самая лапша. Почему-то у этих я не могу в третью порцию заказывать. Шутка, совершенно не шутка, потому что когда мы объявляли нашу языковую модель, мы ее тоже объявили два года назад, и просто не очень понимали, куда ее приспособить. Опять же, что OpenAI сделал, показал, что вот так, надо просто сделать чатик. И для того, чтобы Ялм стал с точки зрения владения русским языком, в том числе вот такими тонкими вещами, убери канцеллерит, чуть-чуть юмора, или, наоборот, добавь канцеллерит, и, ради бога, ни намека на юмор, слишком серьезно человек будет читать. Вот чтобы такие вещи понимать, модель доучивается под реально человеческим управлением. Поэтому, когда мы сейчас объявили, что нам нужны тысячи ИИ-тренеров, мы их так и называем, а когда у тебя работает коллектив тысячи людей, нам нужны десятки и сотни редакторов, это, на самом деле, действительно почти редакторская работа, которые будут работать и в том числе обучать этих самых тренеров, вот ты прикинь, нам сейчас нужны вот действительно тысячи людей, вклад которых в конечный результат, и да, ни один из них ни слова не знает ни на одном компьютерном языке, ни на одном языке программирования. Но от них требуется очень хороший русский. И нам вот эти люди сейчас нужны не меньше, чем те тысячи программистов, которые занимаются самим обучением модели и ее совершенствованием в дальнейшем. Вот YALN-2, понятно, что будет YALN-3, YALN-4 и так далее. Над этим тоже работают тысячи программистов, но они все прекрасно понимают, что без тысяч и тренеров здесь есть серьезное преимущество, потому что, на самом деле, многие проблемы, которые есть, в том числе и на английском языке, там, учат от GPS, есть проблемы с русским, ну, и там, как бы, понятно, что никто вообще специально на русский не учил, но и даже с английским у него есть проблемы во многом, потому что это был обычный способ аутсорса. Кенийские студенты стоят дешево. Давайте-ка у нас вот этими тренерами поработают, да, хорошо знающие английский, потому что там тоже есть нормальные вузы в Кении, но студент кенийского вуза стоит очень дешево. Вот мы как раз пытаемся здесь пойти путем, чтобы не найти сейчас вот дешевых, там, не знаю, ребят из Талаки из нашей, потому что у нас есть краудсорсия, говеб-платформа. Казалось бы, киль в Талаку не тот уровень, который в Талаке. И тренер, не зная, насколько это надолго профессия будущего, но на ближайшие вот несколько лет эта работа для тысяч и тысяч людей, которые, в частности, вот жалуются, что там проблема в медиа, проблема в журналистике, что вот никому не нужно умение внятно писать тексты на заданные темы. Вот нам нужны люди, которые пишут эталонные, образцовые тексты на миллион тем. Ну, означает ли это, что такой помощник способен полностью заменить важного участника команды, ну, например, аналитика или маркетолога? Делегирование в самого разного размера компаниях довольно плохо идет. То есть люди вот очень многое замыкают на себя. Вот просто отдать кому-то – это уже большой напряг. Вот поговори там с людьми в каких-нибудь бизнес-школах, можешь себя позвать, и они тебе скажут, там, из сколков откуда угодно, что вот делегирование – это серьезная такая штука, которую надо прокачивать, над которой надо всерьез работать, потому что иначе… Нет, вот все-таки дай я сам проверю, дай-ка я сам приму решение и так далее. И это когда делегирование людям, своим сотрудникам, которых ты потом можешь вызвать на ковер, с которым ты можешь там пойти пивка, ну, в зависимости от культуры, пивка попить, спросить, что ж ты, Вася? А тут ты должен алгоритм делегировать. Да ты чё? Еще там лет семь назад, когда я, наверное, чуть глубже технологически начал заниматься этим всем, были уже попытки генерировать контент и видеоконтент, и картинки. И как бы вначале это было достаточно такой прямолинейный подход, когда мы скорее по шаблонам говорили, что, окей, мы будем брать товары и просто подставлять их в шаблоны, но это все равно помогало масштабировать как бы рекламные объявления, то сейчас это как бы все более и более качественно получается. И опять же точно маркетинг уже используется, а в том числе вот наша технология, когда мы с помощью, в общем, информации о товаре можем создавать уже без пользователя рекламные объявления. И опять же как бы в рекламе очень важно тестирование, а бы тестирование большой объем как бы того, что ты тестируешь, и это помогает как бы маркетологам этот процесс масштабировать для того, чтобы они могли сделать много объявлений и найти как бы что работает лучше. Ну хорошо, понимая, что искусственный интеллект завтра не заменит всех специалистов на их рабочих местах, появляется необходимость скорее овладеть технологиями, чтобы быть впереди конкурентов и использовать всю силу компьютерного интеллекта на пользу себе, своей карьере и своему бизнесу. Так какие же технологии можно уже сейчас применять, как они помогут нам делать свою работу эффективнее? В связи с этим хочется сказать, что мы в Digital Voice собираем все бизнесы, все сервисы, которые используют искусственный интеллект и уже сегодня могут предложить компаниям, бизнесам какую-то пользу на основе искусственного интеллекта digitalvoice.ru.ai Заполняйте анкету и информация о вашей компании появится в реестре AI-бизнесов на сайте Digital Voice. Мы уже поняли, что машина может не уставая создавать бесконечное количество вариантов того, что умеет. Текстов, изображений, видео, гипотез и так далее. Это приводит нас к идее ускоренных тестов. Такие технологии позволяют радикально увеличить количество тестовых гипотез в любом блоке бизнеса и максимально персонализировать предложения под клиента с целью повышения, конечно же, шансов на покупку здесь и сейчас. Каждый человек, который будет заходить на страничку, собственно, товара, он будет получать, по сути, как минимум сейчас текст, потом и другие форматы более персонализированные конкретно под них. То есть если страница знает что-то про меня, что им важно, то они могут создать описание товара так, чтобы оно отвечало на вопрос, как бы подходит этот товар ко мне конкретно или нет. Я знаю, что и раньше, опять же, это пробовали. То есть идея не нова. Просто раньше это было так очень топорно и тебе, грубо говоря, там меняли какие-то кусочки, то сейчас, в принципе, нейросеть, так как она может конструировать хорошо тексты, ты можешь ей на вход дать описание, грубо говоря, товара, описание пользователя и сказать, смотри, тебе нужно вот как бы скомпилировать под проблемы пользователя и описание этого товара, почему именно этот товар ему, конечно, подойдет на счете, и выкинуть все те вещи, которые не нужны пользователю, не интересны, хотя они, может быть, у тебя в описании товара есть. Опять же, у каждого пользователя будут свои требования. Мы обсуждали уже сегодня тему генерации контента, но точно стоит повторить, потому что именно это направление кажется одним из самых востребованных в ближайшее время. Уже есть достаточно открытых инструментов, позволяющих создавать тексты, изображения, которые быстро находят прикладное применение. Мы выпустили дизайн нового магазина, который нам нарисовала, соответственно, нейросеть. И было вот удивление, когда наше развитие скинуло, нам поступил заказ от торгового центра открыть такой магазин, и я говорю, стоп-стоп-стоп, это не мы, это нейросеть нарисовала. Процесс обучения наших сотрудников – это очень хорошая ниша, когда нам нужно произвести много обучающего контента, он здесь происходит с нейросетью, происходит быстрее. И плюс ему можно так адаптировать для разной географии, для разной целевой аудитории. В данном случае целевая аудитория – это сотрудники. Для разных, я бы сказал, языков, потому что наша страна многонациональная. Вот я в этом вижу, что в будущем и это будет применяться. Конечно же стоит отметить отдельно клиентский сервис. И если банальные чат-боты уже никого не удивят, то представьте службу клиентского сервиса, которая сможет подобрать точную рекомендацию как при покупке товара, при первом знакомстве с товаром, так и в пост-обслуживании, когда товар уже клиентом был приобретен. Вот, например, такого помощника-стилиста уже внедряет европейский фэшн-маркетплейс Zolando. Используют они ChatGPT. Классический пример, например, я вижу картинку, я люблю велосипеды, и я не вижу конкретно картинки, например, и нет в описании что-то важное для меня. Если там крепление, например, для багажника, то вот задав этот вопрос, она может склеить это все и персонализированно мне ответить, хотя 99% пользователей может быть это не нужно, а мне это важно. Элементы искусственного интеллекта применяются уже давно и будут применяться еще больше совершенно точно в маршрутизации, логистике и управлении запасами. Оптимайз-руутинг есть такая история, как товародвижение, то есть каким наиболее оптимальным маршрутом отправить, не знаю, рис и зерно, например, в страну. Ты его удивишься, что точка А и Б и прямая между ними иногда оказывается самой дорогой. А если ты пойдешь Б, С, Д и вообще пол шарика объедет, особенно если это не скоропортивший товар, окажется дешевле. Безопасность и борьба с фродом также получат большие преимущества от работы с нейросетями. Уже сегодня большинство банков отслеживают подозрительную активность, ну и блокируют счета, уверен, многие с этим сталкивались, если совершенные операции какие-то нетипичные для вас. В физическом ритейле искусственный интеллект получит большое применение с использованием компьютерного зрения, применение большого количества камер, когда через них искусственный интеллект может видеть, что происходит в помещении, понимать, кто пришел в помещение, понимать, сколько людей в помещении, понимать, какой товар взят с полки. Ну а на экране, соответственно, в магазине, пока вы находитесь, вам могут выводиться различные подсказки. Вот вы представьте, что вы берете товар с полки, и вам тут же экран подсказывает, что вы только что взяли, предлагает какие-то аналоги, полки рядом начинают подсвечиваться. Ну а если биометрические данные свои вы оставили, то, возможно, даже вам будет персонализированная какая-то скидка по вашей программе лояльности, эти сцены будут пересчитываться прямо для вас в моменте в магазине, и пройти чекаут вы сможете прямо там в магазине, а может быть даже и выйти из магазина, потому что ваша карточка привязана, и искусственный интеллект понимает, что вы уже покинули пределы магазина, значит, нужно эту сумму с вас списать. Безусловно, вместе с открытостью и доступностью технологий приходит и риск утечек данных. До сих пор самым нашумевшим случаем стал случай в компании Samsung. Южнокорейская корпорация запретила своим сотрудникам использовать такие инструменты, как ChatGPT, на корпоративных устройствах и попросила воздержаться от внесения корпоративной информации в такие инструменты на устройствах лично. А все дело в том, что разработчики одного из подразделений решили использовать ChatGPT для помощи с кодом, который они вводили в открытый интерфейс компании, ну, собственно, и просили, видимо, как-то помочь с доработкой этого кода. Компания опасается, что таким образом секретные данные могут утекать в общий доступ. И здесь надо сказать, что опасается компании небеспочвенно. В марте этого года в ChatGPT был найден баг, который делал доступным чужие истории переписок. Баг обнаружили, и этот баг был быстро исправлен, о чем в Твиттере написал основатель OpenAI. Но, как говорится, осадочек остался. Что касается корпораций, то они, естественно, стали в такую позицию, что, наверное, пока не стоит этим пользоваться, именно открытыми инструментами. Потому что ты должен дать доступ к данным своей компании. И мы такие видели уже несколько случаев. Самый крупный был это в Samsung. То есть, если ты своим разработчикам говоришь, а теперь давайте попробуем этот инструмент, то они дают какие-то куски кода, они дают еще что-то, еще что-то. Так или иначе, происходят утечки, потому что это открытая сеть, и она в следующий раз, когда к ней обратится конкурент, она выдаст куски твоего кода и твоих данных, и скажет, смотри, как классно. Как и любую технологию, искусственный интеллект можно применять по-разному. И влияет она на наше общество тоже по-разному. Любопытным примером совсем недавно стало изображение взрыва на территории Пентагона, которое сначала разлетелось по сети, создало панику и даже успело обрушить биржевые индексы. Уже через несколько часов стало известно, что его создали при помощи искусственного интеллекта. Этот случай стал первым, когда искусственный интеллект хоть и опосредованно повлиял на рынок ценных бумаг. Виной тому, конечно, не злой умысел машины, а скорее доверчивость и склонность паники со стороны представителей интеллекта физического. В истории развития искусственного интеллекта есть такое понятие, как AI Winter. То есть, дословно, зима в сфере искусственного интеллекта. Принято считать, что было два таких периода. С 1974 по 1980 и потом с 1987 по 1994 год. И вот с 1994 по сегодняшний день интерес к технологии только нарастает. Объем инвестиций в эту область удваивается с каждым годом. Однако, как отмечает автор книги «Искусственный интеллект. Современный подход» Питер Норвик, на развитие влияют два фактора. Это инвестиции и восприятие самой технологии. Раньше причиной отсутствия инвестиций становилась необходимость долгого ожидания результата. Так как сейчас инвестиции можно получить на проекты с конкретным прикладным применением технологии, есть ощущение, что как раз с инвестициями в ближайшее время у искусственного интеллекта проблем не будет. Вот что касается восприятия, то есть риск завышенных ожиданий от технологии, которая сможет решать их текущие вопросы, ну и вообще встраиваться в нашу жизнь и переворачивать наш мир с ног на голову. Другими словами, грозит ли нам еще одно похолодание в развитии искусственного интеллекта, или мы уже на финишной прямой к создании того самого General из всех General искусственного интеллекта. Чего-то из таких фантастических фильмов сейчас не возьмутся, наверное, даже топовые эксперты в этой области. Что уже можно утверждать с уверенностью, это то, что технологии на базе искусственного интеллекта уже здесь, и они уже имеют абсолютно практическое применение, которому стоит учиться, нужно изучать эту сферу и применять ее на благо наших карьер и нашего бизнеса. На мой взгляд, никто никуда не денется, все специалисты нужны будут, все, кто не понимают и у них нет мотивации что-то делать, им как бы нейросеть не сильно поможет, но тот, кто профессионал и тот, кто понимает, как это работает, как применить это, они смогут просто либо делать в 10 раз больше работы, либо, собственно, грубо говоря, одну и ту же работу делать в 10 раз быстрее. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас интересным. Обязательно напишите в комментарии, что думаете вы и применяете ли вы в своем бизнесе искусственный интеллект. Мы постараемся продолжить развивать эту тему. Напоминаю, что на сайте digitalvoice.ru вы, если являетесь разработчиком какого-то продукта на основании искусственного интеллекта, можете оставить информацию о себе. Ну, а если вы интересуетесь этой сферой и хотите узнать, какие же в России существуют компании, которые уже работают на базе искусственного интеллекта, приходите в digitalvoice.ru.ai. Там будет реестр всех решений на основе искусственного интеллекта, которые мы сможем собрать для вас. Естественно, с контактами для того, чтобы вы могли сразу с этим бизнесом связаться и использовать на благо себе. Поставьте нам лайк, если понравилось это видео. Не забудьте подписаться на канал, если хотите регулярно смотреть такие видео. Каждую пятницу мы делаем для вас новый выпуск. И поделитесь ссылочкой на этот ролик, если есть кто-то, кто еще не верит в силу искусственного интеллекта. А я желаю вам всего хорошего. С вами был Филипп Лапковский, ведущий канал Digital Voice. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok